Добрый день, друзья! Сегодня у нас уже второй день лета, второй начистое 2019 год. Я вас приветствую в Джимате и сегодня у нас будет Джиматинский проход к морю. Также я вас хочу попросить подписаться, перейти на канал. У ребят будет розыгрыш. Канал называется Тропофобия. Не поверите, это боязнь переезда переводится. Вот так вот. Они снимают о Краснодаре, Краснодарском крае. Ссылочка будет в описании. И Диму прошу ее добавить. Ну и небольшой перерольчик. Подпишитесь, делайте им приятно. Всем привет! Мы Александра и Павел. Оба сибиряки, переехавшие на юг. В Краснодаре мы живем уже 7 лет и совсем недавно открыли свой канал на YouTube, где рассказываем о районах и парках южной столицы. Путешествуем по краю с палатками и летаем в облаках, как в прямом, так и в переносном смысле. Смело заглядывайте на наш канал и разделите с нами эмоции от пережитых моментов. Ну что ж, поехали! В общем, получил вот такой вот отказик. Ну типа на основании того, что ремонт боковых порезов будет стоить 4 тысячи рублей. То есть не считывая на то, что как бы это небезопасно ездить. Хотя я с ними стоял и разговаривал, они мне так же говорили, ну да, я... Где мы находимся? Находимся мы на Джимоте. Вот у нас аквапарк. Тихо и так говорят, он 6 июня должен открыться. Пока еще не функционирует. Там возле него детский парк аттракционов есть. Мы частенько на него заходим. Может быть, сегодня, кстати, тоже побываем, прогуляемся. Я думаю, будет многим интересно там побывать. Ну и сама Джимоте, друзья, если вдруг вас интересует жилье подобрать, есть сайт городкурортанапа.ру. Переходите на него. Ссылочку я тоже добавлю в описание. И Диму попрошу в первый комментарий напрямую жилье без посредников, проверенное этим сайтом в Джимоте. Потому что, допустим, у меня координатов по Джимоте практически нет. Я снимал журавли у меня есть на канале. Ну и, собственно, как бы на этом можно сказать и все. Поэтому пользуйтесь такой возможностью. Приезжайте, отдыхайте. Ээээ! Пошли! Это у меня друг. Кто видел уже его отзыв, он умудрился отдохнуть в Азурном берегу за... Как там? 8 с половиной тысяч рублей. 6 ночей. Сейчас вот он приехал, получается, уже... Точнее, пытался вчера уехать домой, но у него не получилось. Я вот думаю, наверное, возьму отдельное интервьюшку. У него на обратном пути, пока мы будем идти с моря, и он расскажет, как он умудрился остаться здесь. Вот здесь, смотрите, булочки всякие вкусные, ценненькие, сосиски. Все, по 80, немножко по 60 и по 50 есть. Запах вкусный стоит, поэтому показал. Так, идем дальше. О, мне интересно. Просили озвучить. А можно вас попросить озвучить цены на средства защиты? Ах, в принципе, я выезжал. Прям для загара. Масло всякие, разные. Это, чтобы вы понимали, есть ли смысл покупать и вести с собой. Или можно здесь купить. И вот средства от тех, кто перезагорел. То есть, все, в принципе, есть. И он целостозащитные средства еще. Нет, они такие же, как и там. Так и там, да? Все, благодарю. Спасибо за ценники, это вообще очень важно. Так, двигаемся дальше. Здесь я ценного фрукта, овоща, к сожалению, не вижу. О, столовая огромная. Скажи в целом, как вообще нежданный отдых, который получился? Да, нормально. Сначала поволновались, а потом ничего страшного. Вошли. Самое главное, он доволен? Да, он и не понял, что случилось. Покатались, да? Покатались на машине туда-обратно. И домой вернулись. Смотрите, какая очередь стоит. Вообще прям интересно. Даже столовая Маша и Медведь называется. Так, это значит, наверное, следующая столовая для посещения. Раз столько много людей туда в очереди стоят. Надеюсь, нам разрешат там поснимать. Вчера снимал столовую Витязева. На пересечении Первомайской и Черноморской. Буквально завтра, наверное, появится на канале. К сожалению, тоже ценников на фрукты, овощи нет. Да, прям с каждым днем растет количество. И это очень-очень сильно радует. Едут. Как, кстати, на первом проезде моря, скажи? Вот смотри, вчера в обед мы купались. Было вообще кристально чистое. Сегодня задул сильный южный ветер. И понесло опять траву. Опять трава пошла? Да. Господи, когда же она прекратится? Может, тебе там введей когда? Но мне кажется, сейчас там опять начнется не очень хорошо. Тьфу-тьфу. Хватит пугать. Ты кошмаришь людей. Сейчас придешь, посмотришь своими глазами. Это буквально случилось. Мы сегодня пришли. В 9 утра было еще море чистое. А к 11 уже понесло траву. И достаточно активно. А трава какая? Ну, пока еще не черная. Зеленая. Зелененькая. Вот, кстати, мне говорят, что я зря людей кошмарю показываю. Такие эти. Вот ты сам отдыхал в Азурном береге и видел, что может быть. Как бы вот водоросли вот выбрасывало у вас зеленые такие. Не, не зеленые, а даже серые. Серые они были сначала серые. Нет, они были чуть-чуть подальше. Метров на 200. Получается, правее в сторону Витязева. То есть, с пляжей Кавказ начиная. Да. Похожи они были на живые водоросли, я скажу. Нет, они были похожи на мертвые. И на вонючие. На вонючие. Да. Тоже, смотрите, цен нигде нету. Догадайтесь сами, что почем. Ну, это на самом деле, вот тоже хожу, спрашиваю. Говорят, у нас цена в течение дня меняется. Как может цена меняться в течение дня? А почем кубника у вас? По 100 рублей. В принципе, недорого. Цена хорошая, да? Знаете, какие красивые. Красота. Чего там нам сказали? А это не нам сказали. Когда между собой люди разговаривают. Понял. Ну, мы видим, что люди есть. Здесь появились новые точки. Или более облагороженные, старые. Как их назвать, точно не знаю. Но есть. Миха, вот особенно вот перед фото в папахе 50 рублей. Классно. Это супер бизнес. Ларисе, можно передать привет? Конечно. Как вас зовут? Ларисе, привет, мы доехали. Отлично. А как зовут? И откуда? Арсений. Роман. Роман. Маса. Маса. Хорошего отдыха. Ларисе, привет. Кстати, про фото. Сегодня появились фото опять с любимыми неграми. Ну, привет. Здравствуйте. И что появились фото с любимыми? С неграми, с неграми. Ходят папуасы. Людей фотографируют. Ага. Ты фотографировался? Да, ну, ешь совсем, что ли. Почему? Не знаю. Диковинку домой привезешь. Вот там все смеяться будут. Ну, это что, нет. А может даже завидовать, скажут, ни хрена. Все возможно. Да, пропустим. В каких местах экзотических? Сейчас, секундочку. Так. Вот здесь у нас что-то, парковка какая-то вообще, прям на пляже теперь есть. Так, а здесь же тоже какой-то пансионал большой, или? Да, там стройка идет. О, кстати, вроде бы нет, притормозили строительство. Это хорошо. Здесь всеми любимый тату. Будьте аккуратны, уточняйте всегда цену конечную. Косички. Это у нас белый пляжик городил там себе веревочками. Ну, кстати, вот такой забор, скажу, что он не бросается в глаза, да? То есть, ну... Ты знаешь, что на Узурном тоже берег, на Узурном берегу забор такой достаточно аккуратный. Ну, небольшой. Иди от воды дали, ну, не особо мешает. Конечно, лучше бы его и не было бы. Но, в принципе, не так много людей. Да, которые могли бы, по-моему, прорваться на территорию там, да? Да, они там как бы сидят там тоже. А храна постоянно смотрят. Там чужие не ходят. Все ровно, я думаю, тебе же кайф, тебе же ких не туда. И не трогал бы, да? Так, смотрим, здесь выложили до стечками влево-вправо. Детские батуты. Давно, кстати, здесь не было, все поменялось. Не, ну, смотрю, отсюда я вижу море. Все чисто. Может, вам не повезло? Пройдемся, посмотрим. Дюми наши, шикарнейшие. Кстати, смотрю, второй день военные корабли тут. Ну да. Просторы, наверное, какие-то начальники приехали. Ну, вчера, как Ашот, мой друг по купанию, выявил такое, что, говорит, когда появляются корабли, обязательно приезжает Путин. Ну, в Сочи у него же там его резиденция. Там тоже самое местные жители, говорят, сколько раз был, если кораблики военные приплыли, значит, Путин появится. Значит, он здесь, в городе. Ну, вот так вот всегда происходит. Здесь у нас организация платных ценей и лежачки. Интересно, по чем вы там, говорит, в лежаке. Здравствуйте. По чем лежаки в этом сезоне? 150. По 150. Мусорки так же только у вас? Только у меня есть. Помним, да? Конечно, помню. Я таких людей, как вы всегда помню, переживайте. У меня есть два, два, три. А здесь нету тоже нету. Это, да, показатель того, где если вы приходите за лежачком, где брать. Видите, с той стороны ни одной мусорки нет, а человек вот ставит мусорку и вывозит мусор, правильно? Да, поставить, что сегодня вот там три мешка мусор собрал, возле проход. Спасибо вам. Хорошая работа. Всем, да. Вчера мы пошли гулять по Пионерскому проспекту после усиления, с гостиницы после 12. Ну и сильно захотелось, как бы по делам все мы люди. И до GMT бы ничего не нашли. Просто в кафешке ушли за бесплатно. Нормание ее не помню. Вот зря. Да, и не видел я ни мусора. Притормози-ка. Сейчас что-то у тебя фотографию GMT сделаю. Ну, в принципе, не очень много людей, но люди есть. На GMT больше. На центральном пляже больше, да? Ну да, они прижимают людей. Купаются, вода чистая. Наговаривал? Количество людей. Морешко, здравствуй. И вода кристальная. Есть, конечно, небольшие крапления водорослей. Вот они плывут. Давайте узнаем вообще, сколько температура воздуха. Здесь 25,9 возле моря. Хотя стало опасно, но, друзья, люди все купаются. То есть, ни у кого не вызывают там сомнений, что море теплое. Мы его сейчас замеряем. Собственно, почему нет. Красотища. Ну, вот, понимаете, вот водоросли, вот эти водоросли мне абсолютно не мешают. Это нормально. То, что они есть там, то, что что-то куда-то плывет. Ну, это живой организм. То, что было, видите, зила, назвать водорослями. И сейчас, друзья, я вас, как говорится, категорически приглашаю послушать голос моря. Я помолчу, пускай говорит оно, радует нас своим шумом. Мы заодно узнаем температуру морюшка обязательно. Прямо сейчас. Вот такой я его люблю. Вот в таком хочется купаться. Завтра надо, наверное, сюда прискакать с утра. Ну, либо на любой соседний пляж и искупаться. Сегодня для вас снимал Витязева, чтобы вы подуспокоились. Ну, сейчас есть течение вдоль берега. Она идет в Седовую Благовещенке, причем очень сильная. Это значит, что даже та муть, которая была сегодня на пляже Кивитязева, она должна уйти. То есть вполне возможно уже к вечеру будет вообще чистая вода. Ну, для бога, чтобы так и было. Сervesка. Сномерка. Продолжение следует... 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 Приходите... А также диппинг-дайвинг... Обращайтесь к Светлане... Номер под каждым видеосюжетом ее и имеется... Ну, либо пишите, звоните мне, я вас перенаправлю... Улыбайтесь, самое главное, почаще... И тогда море будет почище... Ну и хорошего всем отдыха, кто уже приехал... Тем, кто приезжает еще... Чтобы время пролетело ожидания гораздо быстрее, чем время отдыха... А время отдыха не тянулось, а было в наслаждении... Пока-пока!